Куклы ручной работы. Тряпичные, глиняные, запекаемого пластика, в стиле арт-деко или в традиционных народных костюмах. В мини-музее куклы, что расположился в библиотеке имени Пушкина, открылась персональная выставка работ народного мастера России Натальи Никишиной. Путь к счастью и радости в жизни у каждого свой. Для Натальи Никишиной он в творчестве. Мастер на все руки. Она занимается лепкой из глины, лоскутным шитьём, владеет свободно ходовой стёжкой, вышивкой, ткачеством, создаёт невероятной красоты авторские куклы. Её работы хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях по всему миру. Никишина – постоянный участник всероссийских и международных выставок, конкурсов и фестивалей. А вот персональной выставки у народного мастера России не было уже давно. Подходит возрастной рубеж, когда время собирать камни, и хотелось мне посмотреть, сколько у меня работы, есть ли у меня работы на персональную выставку, какого качества, что вообще я за мастер. Выставка с философским названием «В поисках радости» открылась в мини-музее куклы в библиотеке имени Пушкина. В экспозиции собраны работы за 10 лет. От утончённых кукол в стиле арт-деко до тряпичных санец Леночки и Светочки, текстильных игрушек в традиционных костюмах Белгородчины. Не так давно в коллекции мастера появились куклы из термозапекаемого или самозастываемого пластика. Всего две недели назад эти фигурки экспонировались в гостином дворе в Москве на международной выставке. Это очень интересная техника. Я знаю, очень слежу за работами мастеров, которые работают в этой технике. Это высочайший пилотаж, высокий уровень, это настоящие художники. Ну и вот я подумала, что мне хочется достигать этих вершин, ставить себе всё более высокие планки. Куклы Натальи Никишиной уникальны своими нарядами, точными копиями традиционных женских костюмов юго-центральной России. Именно в таких проработанных сюжетных персонажах можно качественно сделать проработанные традиционные костюмы. И здесь пригождается моё умение ткать, вышивать, работать золотным шитьём, изготавливать обувь. И это важно, когда работаешь с традиционным костюмом. Также на выставке можно увидеть личную коллекцию народных костюмов и авторской повседневной одежды. Я одно время увлеклась свободноходовой стёжкой. И началось с того, что я собирала примеры свободноходовой стёжки, которая использовалась в традиционном костюме. Ну и оттуда перешла к современным стилям одежды, потому что мне очень хотелось носить то, что я делаю. Все костюмы, которые здесь представлены, я делала на себя, в которых я могу работать и в повседневной жизни, и на фестивалях, на выставках, на конкурсах. Первые посетители выставки уже полюбовались мастерски выполненными творениями. Мне очень близко сердцу, что есть такие люди, которые сохраняют русскую традицию, русскую игрушку, русский промысел. Это ведь настолько самобытно, настолько интересно, из чего это делается, как это создаётся. Куклы с очень разного материала. То есть и глина, и металлопластика, и текстиль. И очень интересно посмотреть, как мастер работает с этими материалами. Насколько они получаются фактурными, самобытными и необычными. Как удивительно проработан костюм нашей Белгородской области. То есть это очень хорошая база для изучения, для наглядного созерцания и для услады глаз. Выставка будет работать до 4 апреля. Вход свободный.